Фильм «Няньки» в главной роли с близнецами Дэвидом и Питером Полом вышел в 1994 году и для всего мира прошел абсолютно незаметно. Только в России этот фильм запомнился детям 90-х, потому что его гоняли по ТВ и в нем были запоминающиеся большие братья и близнецы-бодибилдеры Питер и Дэвид Пол, которым на ноябрь 2017-го 60 лет, так как они родились 8 марта 1957 года. Они были номинированы на награду «Золотая малина» как худшие новые звезды за фильм «Братья-варвары» 1987 года, который стал для них первым полнометражным фильмом. А маленькие братья-близнецы из фильма «Няньки» по имени Кристиан и Джозеф Казенс, которые играли Брэдли и Стивена, в конце 90-х ушли из киноиндустрии, успев сняться в фильмах «Детсадовский полицейский» в 90-м году со Шварцем, «Зубастиках 3» и появились в нескольких сериалах. А сейчас барабанная дробь. Кристиан Казенс гей и он с 2014-го года встречается с Джорданом Райаном. Это указано на его лицокнижной странице. Он мужчина, его интересуют мужчины. Работает в различных организациях и с 2016-го года работает в мебельной компании. Его брат-близнец Джозеф Казенс также работает в этой же мебельной компании. Передний, задний или полноприводный он неизвестно. Для фильма «Няньки» Питер и Дэвид Пол, кстати, написали несколько песен и в нескольких даже спели. Об этом вы можете узнать, если посмотрите в финальных титрах фильма и услышите, как они орут и немного поют. Фильм «Няньки» вышел через год после фильма «Мистер Няня» с Халком Хоганом, который также рассказывает про Крутана, который становится защитником детей у богатого бизнесмена. Если хотите узнать больше про фильм «Мистер Няня» с Халком Хоганом и самого Халка Хогана, то можете посмотреть ролик про актеров рестлинга, который я делал ранее. Ссылка на него в описании. Режиссером и сценаристом фильма «Няньки» был Джон Парагон, который также режиссировал несколько сериалов и фильм «Двойные неприятности» в 92-м, в котором также играли Дэвид и Питер Пол. Джон Парагон также и актер, и он играл кредитного эксперта в фильме «Няньки», которого кормили эти самые няньки, играл в ломовой комедии «Аэроплан 2» в 82-м, в сериале про Пиви Хермана в конце 80-х, Эльвира «Повелительница тьмы» в 88-м, которую играла Кассандра Питерсон и выглядит теперь она вот так. Также Джон играл в фильме «Дорогая, я увеличил ребёнка» в 92-м, про все части которого я рассказывал в ролике, что стало с актерами фильма «Дорогая, я уменьшил детей». Если интересно, ссылка в описании. Одноголосый перевод Визгунова в фильме «Няньки» ужасен, он загубил все приколы фильма и неправильно переводил некоторые моменты. Поэтому впервые я рекомендую смотреть фильм «Няньки» в дубляшке. Именно эту дубляшку у нас и гоняли по телеку. А вот вам сравнение переводов и места, загубленные Визгуновым. Эй, отрасли их подлиннее. Брэдли. Брэдли упорный и упрямый. Боже мой. А Брэдли, как бы это сказать, Брэдли экстраверт. Надеюсь, это не заразно. Брэдли – это не заразно. Спасибо за еду. На этом всё, потому что больше ждать я не могу. Аминь. Боже милостив, ко мне буди и подай мне еду на блюде. Аминь. Питер, помолишься? Молитва. Давайте есть. Питер, произнеси молитву. Молитва. Давайте есть. А в дубляже, кстати, неверно перевели вот это. Эй, малыш, тебе надо попить гормоны для роста. Зачем? Потому что в оригинале он на самом деле говорит. Может быть, ты должен лежать на грозу. Почему? Дэвид и Питер Пол теперь не так увлечены бодибилдингом. Дэвид теперь занимается искусством, иногда поёт, пишет мюзиклы, занимается йогой. Он теперь сосредоточен не на бодибилдинге, а на позитивном мышлении и искусстве. Поподробнее о них я расскажу ещё далее в этом видео. Джаред Мартин, игравший дядю Фрэнка в фильме «Няньки», умер 24 мая 2017-го от рака поджелудочной железы. Фильм «Няньки» стал для него последним полнометражным фильмом, в котором он снялся. После него он занялся режиссурой документалок. Барри Дэннон, игравший Томаса, умер 26 сентября 2017-го после падения в своём доме. Он, видимо, упал с большой высоты и ударился головой. И умер от травмы мозга. Несколько месяцев с июня 2017-го он лежал в больнице. Он также был певцом и геем. За свою карьеру он успел сыграть в фильмах «Сияние» в 80-м, «Титаник» в 97-м и прочем. Чернокожую повариху играла Мазер Лав. Она же играла повара в фильме «Мистер Няня» с Халком Хоганом. Она также уже забросила актёрскую карьеру давно и редко появляется в кино и сериалах. Валентина Варгас играла домохозяйку в фильме «Няньки». И она также играла в фильме «Восставшие за до 4» в 96-м, «В лицах в толпе» в 2011-м с Милой Йовович и прочем. Посетителя в ресторане в начале фильма «Няньки» играл Пол Бартл. И он умер в 2000-м году от сердечного удара после операции на печени. У него был диагностирован рак печени. Он играл в «Гремлинах-2» в 90-м, в «Европейских каникулах» в 85-м, «Подозрительных лицах» в 95-м и прочем. На первом часу 19-й минуте и на первом часу 24-й минуте фильма «Няньки» появляются ещё и чёрные и азиатские близнецы. Азиатские близнецы появились только в фильме «Няньки», а чёрные близнецы – это были Саймон Ким и Джеймс Ким. Они работали как актёры и каскадёры в фильмах «Бэтмен и Робин», «Исполнитель желаний 2», «Послезавтра», «Люди Икс» и прочем. Близняшки-жёны в конце фильма – это Сидра и Таша Смит. Таша – актриса и до сих пор работает в киноиндустрии, а Сидра нет. Бабушки-тройняшки в конце фильма «Няньки» уже умерли. Иди Дель Рубио умерла в 96-м, Елена Дель Рубио умерла в 2001-м, а Милли – в 2011-м. Появление в «Няньках» стало их последним фильмом. А теперь подробнее расскажу про главных актёров фильма. Дэвид и Питер Пол играли Дэвида и Питера Фалькона в фильме «Няньки», ребят, у которых даже машина была на стероидах. Дэвид и Питер Пол впервые появились на экранах в фильме «Вашингтонское такси» в 83-м, в котором также играл Мистер Ти, игравший Рокки 3 в 82-м. Далее Питер и Дэвид играли в фильмах «Парень из Фламинго» в 84-м, появились в сериале «Призрачный рыцарь» в 84-м, «Братья-варвары» в 87-м, «Думай по-крупному» в 89-м, на 44-й минуте которого появляется Майкл Уинслоу, известный по роли в «Полицейской академии». И про актёров фильмов «Полицейская академия» я делал ранее несколько роликов, кому интересен плейлист в описании. А также в фильме «Думай по-крупному» в 89-м году Дэвид и Питер Пол написали заглавную песню. Далее Питер и Дэвид играли в фильмах «Призрачный писатель» в 89-м, «Двойные неприятности» в 92-м, «Няньки» в 94-м. Затем были в удалённых сценах фильма «Прирождённые убийцы» в 94-м с Робертом Дауни-младшим, а потом только появились в фильме «Солд-аут» в 2005-м. Затем только в 2013-м Питер снимался, а Дэвид был режиссёром документалки под названием «Таверна на углу Фейт-стрит». После их короткой кинокарьеры Дэвид в 2000-м работал фотографом для спортивных журналов. У него есть свой веб-сайт, точнее это просто лендинг-пейдж, для продажи его фотокниги под названием «Искусство бодибилдинга». Судя по превью, это просто чёрно-белые фотки с бодибилдерами и стандартными фильтрами фотошопа. В одном из интервью Дэвид сказал, что он был парализован целый год, скорее всего, из-за злоупотребления стероидов и прочих запрещённых препаратов. После этого случая Дэвид резко решил поменять жизнь. В детстве Дэвид страдал дислексией. Как он говорит, он не мог отличать круг от квадрата, квадрат от треугольника и так далее. Также он имел слабые способности к обучению. Поэтому мама стала водить его по музеям и приобщать к искусству. Дэвида даже выгнали из школы в третьем классе. Поэтому у него нет даже школьных знаний и образования. Как сказал Дэвид, они с братом приехали в США, чтобы разрушить стереотип, что бодибилдеры геи, нарциссы, что они выглядят сильными, но на самом деле слабые. Они пытались разрушить этот стереотип, но поскольку всё это правда, им так и не удалось разрушить этот стереотип. У Дэвида есть заброшенный YouTube-канал, на котором в обсуждении его просят дать автограф поклонник из России. Также есть заброшенный с 2008 года Flickr-аккаунт и многое другое. Дэвид занимался созданием линии одежды Inside Out, которая выглядит, как будто она одета наоборот. Таким образом, он хотел показать, что важно то, что внутри, а не снаружи. Также Дэвид Пол пишет песни. На этом всё. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Также, если вам интересно, откуда все эти игрушки, то можете посмотреть в описании к этому видео. Я там оставлю ссылку на плейлист, и там будут ссылки на видео, в котором я осматривал и показывал этого Пирамида Голового, Фредди Крюгера и прочие, кто стоит, про прочие всякие фигурки я также рассказывал в роликах, ссылки на которые в описании к этому видео. Спасибо. А теперь хочу сказать спасибо отдельно тем, кто поддерживает меня и этот канал, и это следующие люди. Спасибо тебе большое, Серёга. Вот ты написал по поводу того, что Дэвиду и Питеру сейчас уже 60 лет. Ну да, вот время бежит, поэтому терять впустую его не надо. Надо каждый день как-то стараться что-то делать, делать, двигаться вперёд. Спасибо большое. Я вернулся. Хай. Я не забыл, конец года. Сам пойми, ты представляешь Питеру и Давиду Няньке уже по 60 лет. На момент съёмок они были немного старше меня на текущий момент. Время бежит. И ты ещё написал, что им на момент съёмок в фильме Няньки по-моему по 37 лет было, ну возможно точно не считал, наверное, да. И ещё ты написал, что фильм Оно тебе не очень понравилось, ну наверное дома оно может быть не очень так в итоге, то есть, а в кинотеатре на большом экране, где темно, где своя атмосфера, так сказать, мне было очень, например, интересно, то есть, я и моё мнение по фильму Оно делал 2017-го, и про 90-е Оно рассказывал мне, то есть, нормально, то есть, мне очень понравилось Оно 2017-го. Спасибо. Им по 37 лет было, два. Я откланяюсь на сегодня, держи сразу донатик на доспехе Бога. Люблю это кино. Как всегда, удачи. Твои видео смотрю, лайки ставлю, хоть и не появляясь на стримах. Кстати, новое Оно посмотрел, подростковая параша. Субтитры создавал DimaTorzok